Этот дом резко выбивается среди многих своим необычным видом, но если верить его хозяину Олегу Будивскому, ничего сложного в его постройке нет. Здесь грунт, песок, глина, то есть грунты подвижные, Вода меняется тоже, направление воды в грунтах. Поэтому, когда строили, начали изучать вопросы строительства фундаментов, строительства домов разных и придумали такой дом в стиле шале. Фундамент здесь простой, то есть залили монолитную бетонную плиту толщиной 40 сантиметров из 300 бетона и на этой плите прокопали траншею в земле 40 на 40 сантиметров, Заармировали ее и залили с выпуском арматуры, а сверху отлили плиту, то есть получилась, грубо говоря, плита с ребрами жесткости. А снизу проложили 10-сантиметровый утеплитель, расстелили гидроизоляцию и залили бетон. Вот утеплитель 10-сантиметровый под плитой, он выполняет две функции. Первая функция у нее это отвод капиллярной воды от плиты, для того, чтобы плита не запотевала и не собиралась капиллярная вода. Ну и, соответственно, гидроизоляция сверху утеплителя ту же функцию выполняет. А вторая функция этого утеплителя, у нас грунт промерзает в области где-то на метр-метр двадцать. Вот для того, чтобы плита эта не промерзала, снизу утеплитель 10-сантиметровый хорошо держит температуру. Ну и плюс ко всему мы весь первый этаж сделали полы кафелем и весь пол сделали с подогревом. Стены строения сделаны из кирпича. Материал обычный. Красный, рабочий, обожженный кирпич. Потому что мы изначально планировали, что дом внутри будет отштукатурен, а снаружи будет покрываться декоративной штукатуркой и расшивкой брусом. Причем это не настоящий брус, это фальшбрус. Он скручен из трех досок. Сделали обрамление окон дверей и расшивку этим фальшбрусом, а все прямые участки покрыли декоративной штукатуркой. Есть один секрет. Толщина 60 сантиметров, сам кирпич он 25 сантиметров. Если два кирпича вместе сложить длину, получается 50 сантиметров. Между ними еще 5 сантиметров утеплитель вставлен, жесткие маты. И с двух сторон штукатуркой. Получается общая толщина стены 60 сантиметров. У нас в России зима достаточно холодная, поэтому крыша здесь с утеплением 20 сантиметров. Металл черепица, ну через 20 сантиметров утеплителя звук практически не проходит, если это не дождь с градом. Вот если град идет, то тогда звук немножко слышно. Почему металл черепица? Ну я посчитал, что металл он крепче, чем все эти мягкие кровли, которые бесшумные, но более подвержены механическим повреждениям. Потом металл черепица бывает разная. Эта металл черепица английская, у нее 12 покрытий сверху и 8, по-моему, грунтовых покрытий снизу. Привлекает внимание к себе необычные открытые террасы. Вынос под террасу делался отдельно. Когда дом строился, была просто стена и входная дверь. И долго не могли придумать, как обыграть крыльцо. То ли просто козырек сделать и пару ступенек, то ли делать какой-то там небольшой тамбур. И пришла идея сделать летнюю гостиную. Есть внутри гостиная зимняя, где мы всю зиму проводим. И получилась такая летняя гостиная, которую жена мне наотрез запретила стеклить стеклопакетами. Поэтому она получилась летняя открытая. Размер у нее 12 метров на 4 метра. Высота потолка тоже высокая. Пристраивали ее отдельно. То есть под нее замонолители отдельный фундамент, отдельную плиту. И просто привязали ее к дому. Она стоит вообще независимо от дома. Декоративная отделка дома также достигается несложным и недорогим путем. Сам дом построен весь из обычного красного рабочего кирпича. Причем кладка не облицовочная, а черновая. И сверху, как раньше в старые времена мазанку делали, прям сверху кисточками нанесена обычная декоративная штукатурка. Вся вот эта вот расшивка деревом, она сделана из обычных досок. То есть к стене прибиваются два бруска 50-х и сверху закрывается 150-й доской. Внутри получается 5 на 5 пустота пространства, где можно пропускать любые трубы, провода, кабеля. Ну, в частности, вот здесь розетки врезаны, выключатели врезаны, а вся проводка находится внутри в гофрированном шланге. И часть дома отдекорирована декоративным кирпичом. Он тонкий, как плитка, там, двухсантиметровый. Внешне выглядит, как старинный кирпич. То есть такие вот элементы, там, низ цоколь дома, потом там вокруг окон дверей, какие-то колонны отделаны вот этим кирпичом. И швы обработаны той же самой декоративной штукатуркой. Вот эти вот все формы доски, это вырубается все обычным топором и шкурится обычной наждачкой. На крыше брус вот этот тоже декоративный. Здесь, получается, вот через метр двадцать идут по две доски двухсотые, и между ними зашит сотый брусок. То есть получается тоже коробочка буквы «П», которая несет функцию несущей конструкции этой крыши, там, стропильной конструкции. И сверху она зашита имитацией бруса, которая покрашена в коричневый цвет, а на ней уже идет гидроизоляция, контрабрешетка и металлочерепица. Вот этот весь брус, он несет несущую конструкцию. То есть для того, чтобы эти длинные балки не проседали, они под 45 градусов подпираются брусом, но это уже обычный брус 150 на 150. Ну и все это сидит на клею и на саморезах. Вот эти вот все скобы металлические и стальные забиты больше для декорации, чем для несущей конструкции. На полу интересное покрытие. Это уличный паркет из березы, его придумали и сделали финны, покупают в России березу, делают этот паркет и продают его обратно в Россию. Это обожженное дерево, его обжигают при каких-то очень больших температурах, нарезают в бруски, скручивают на пластиковую решетку и собирается все это в пазы в виде конструктора, на обычную бетонную плиту. Соответственно, снизу все это проветривается, вода туда протекает. Изумительное покрытие. Этот дом – лишнее доказательство того, что красота дома – это не дорогие материалы, а в первую очередь фантазии его хозяев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА